Как сумели ли жители сохранить ее и, может быть, даже приукрасить и приумножить? Ну, ровно год назад мы открыли эту детскую площадку. Я из личных средств профинансировал и полностью организацию открытия этой площадки, то есть и закупку игровых модулей, и благоустройство самого участка. Я считаю, что это на сегодняшний день одна из самых больших и благоустроенных детских площадок в городе. Занимает площадь 1000 квадратных метров, на которой прекрасно разместились горки, качели, песочницы, скамейки, а также футбольное поле. Стоит нужно отдать местным жителям, родителям, которые самоорганизовались, содержат и поддерживают, и даже улучшили состояние этой детской площадки. Она в разы стала выглядеть лучше, видно, что вложили душу. Зачем к вам обращаются, может быть, с какими-то просьбами, как часто обращаются родители? Я знаю, просто на соседней улице тоже недалеко было под площадкой, и там не так активно жители отнеслись к ее благоустройству. Ну да, годом ранее еще, в 2016 году, я открыл детскую площадку на улице Леоневского. Там, конечно, ситуация немножко другая, жители не так, скажем так, добросовестно относятся, чтобы там она содержалась хорошо. Постоянно ломаются игровые модули, ограждения, постоянно проблемы там с порядком, то есть распивают алкогольные напитки, жалобы поступают, и частенько, я знаю, туда полицию вызывают. Ну, в общем, там ситуация немножко по-другому обстоит, в сравнении вот с этой детской площадкой. Понятно, что здесь, конечно, намного лучше и интереснее, поэтому идите в основном сюда. И сама площадка позволяет разместить большое количество людей, принять такое количество. Я часто проезжаю здесь, общаюсь с родителями, и, ну, 50, 60, 70 детей тут находятся, каждый вечер играют на этой площади.